Главным средством защиты глаз каждого работника металлургического комбината АОРС Лорметал Тимиртау являются защитные очки. Но у порядка 40% сотрудников имеются нарушения зрения. На рабочем месте они пользуются своими очками для коррекции зрения или поверх очков для зрения надевают защитные. Все это приносит неудобства. Поэтому сотрудниками отдела охраны труда и техники безопасности было принято решение найти средства защиты глаз, которые объединяли бы в себе и защиту, и коррекцию. Работники металлургического комбината АОРС Лорметал Тимиртау проходят медицинский осмотр, чтобы получить коррегирующие защитные очки. Это один из оптимальных вариантов для сотрудников промышленных предприятий, имеющих нарушение зрения. Разработкой, изготовлением и поставкой специализированных очков займутся российские специалисты Суксунского оптико-механического завода. На предприятии порядка 40% людей имеют отклонение от нормального зрения. И для того, чтобы защитить работника на производстве, требуются средства защиты. Но так как у человека, то есть у работника есть отклонение, мы объединяем в одни очки и защиту, и коррекцию зрения. Медицинский осмотр работников – это обязательный этап, чтобы для каждого человека подобрать очки индивидуально. Офтальмологи проводят экспресс-диагностику, проверяют остроту зрения как на дальние расстояния, так и на близкие. Также уточняют условия работы, чтобы подобрать коррекцию зрения на нужное расстояние. Я вообще носила очки 2,5, минус 2,2. А медицинский осмотр подошла, и у меня сахарный диагент, и зрение портится быстро. И как вам такой вариант очки? И защитные, и зрение сразу? Конечно, хорошо, это удобно. Потому что зачастую бывает, что у меня работа где-то с компьютером, и даже цифры там все это не вижу. Ну и да, как бы вообще, желательно, чтобы зрение хорошее будет. У сотрудников есть и право выбора оправы. Всего представлено 7 вариантов. Каждый может их примерить и подобрать подходящий для себя. Видеть буду, и работать у них удобно. То, что не в пластмассовых, вот, как эти пластмассовые очки, что обыкновенно защитные. Но я так думаю, что, надеюсь, что лучше будет в этих очках. Если другие не надо будет, как сверху, как раньше. В свои одевал очки, и сверху еще защитные. А сейчас, ну, хорошо. Использую свои очки, ну, у нас вредные факторы, различный пыль, грязь. Стекла царапаются, и хочется пользоваться другими очками рабочими, чтобы свои, как бы, не портить. Простедневные очки, которыми я пользуюсь обычно. Мне нравится. Есть несколько вариантов, есть с чего выбрать. Ну, я доволен, что Арселор Миттл предоставляет такие услуги. По словам специалистов, данные, корригирующие защитные очки, способны выдержать низкоэнергетический удар. То есть, удар стального шарика на скорости 45 метров в секунду. При этом линза и оправа останутся целыми. Тем самым защитят работника. На первом этапе обеспечить специализированными очками планируют порядка 700 сотрудников АУ Арселор Миттл Тимиртау. Выдавать очки будут по мере поступления. Ориентировочно в августе. Кристина Кириченко, Евгений Ходорев. Новости Тимиртау. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова